Привет всем, мои дорогие подписчики, гости моего канала, с вами Ниром. Сейчас мы поговорим о UEM-ключах для Windows, поговорим о том, где и как купить дешевле ключ, где вообще как можно активировать Windows, можно или не можно это все дело взламывать, если у вас денег нет, ну и чем взламывать, если вас приспичило. В общем, такое будет неоднозначное видео. Поговорим вообще о ключах в целом. Я расскажу вам официальные методы, как можно официально купить ключ, неофициально. Ну и в общем, поговорим о крайних мерах. Стоит это делать, не стоит, если стоит, то как? Ребята, начнем с того, все же, если вы хотите купить себе лицензионный ключ, то покупайте лицензионный ключ. Все, что дешевле официальных цен, которые есть на официальном сайте Microsoft в магазинах, это все UEM-ключи. Это сразу говорю, это не пиратские ключи, это не какие-то там взломанные ключи, которые как-то там подобраны и так далее. Нет, это тоже как бы ключи, но они UEM. Если у вас какой-то там офис, бухгалтерия, неважно, в общем, производство какое-то, то ни в коем случае не занимайтесь хренью всякой. И не покупайте UEM-ключи, ничего не взламывайте, в общем, это все дело в разных странах по-разному карается, где-то за это посадить могут, где-то могут оштрафовать. В общем, в зависимости от страны наказание разное. В общем, если у вас производство, вы идете обязательно в магазин и покупаете официальный ключ. По поводу UEM-ключей. UEM-ключи, в принципе, можно купить как где-то там, я не знаю, на авито, на eBay, так и можно купить, в принципе, через магазин, который я рекламирую. В общем, небольшая такая спонсорская вставочка. В общем, не зря же они мне деньги все же платят. Есть такой магазин gvgmail.com, это мой самый главный спонсор, который финансирует большинство моих роликов. Я буду с вами максимально честен, в общем, большинство рекламодателей, которые российские, они очень мало платят денег. Ну, прям, мало настолько, что с ними связываться даже не хочется. Рекламируя всякие ставки на спорт, там, онлайн-казино и прочую ерунду, я не собираюсь. Я этого никогда не делал и не буду, потому что считаю, что это крайне неправильно. По поводу вот этого магазина gvgmail.com могу сказать следующее. Это такой мой достаточно старый спонсор, который со мной уже, наверное, больше года сотрудничает. Скажем так, хорошо платит мне за рекламу. И вот пока с ними никаких проблем не было, что связано именно с ключами. То есть люди, которые там ключи покупали, не было такого, как вот примерно на eBay иногда люди покупают. И там один и тот же ключ могут продать там двум, трем, пяти людям, десяти людям и так далее. То есть там распространено такое мошенничество, как и в принципе у нас в Рунете. На многих сайтах обманывают и продают один и тот же ключ многим людям. Тут такого как бы я не заметил. Нет такого, как на eBay, что вот некоторые магазины недобросовестные берут и обманывают своих покупателей. Вкратце сейчас пробегусь по своему спонсору, по этому GVGmail. В общем помимо UEM ключей к Windows они продают разнообразные игровые ключи разные. Потом занимаются продажей игровой валюты. В общем продают всякую чепуху, которая в принципе меня особо это и не интересует. Помимо UEM ключей от Windows они продают и другие UEM ключи. Там UEM ключи от Microsoft Office и так далее. Причем давайте-ка еще раз я вам напомню, чем отличаются ключи официальные лицензионные от UEM ключей UEM. Лицензионные ключи официальные они оформлены на вас, а UEM ключи они оформлены не на вас. То есть на какую-то контору. Грубо говоря, какая-то фирма производит компьютеры, ноутбуки. В общем что-то она делает, связанное с компьютерами. Это все дело собирает и продает это потом людям. И как правило они закупают большое количество ключей на свою контору. То есть вот оттуда и берут эти UEM ключи. У них есть договор с Microsoft Office как производителя вот этой техники. И Microsoft по дешевке им продает эти ключи. В общем эти ключи идут с определенной привязкой к технике, которую они продают. И они оформлены именно на эту фирму. И никак на вас эти ключи переписать как бы нельзя. То есть они будут оформлены на ту фирму. Ну давайте поговорим о последнем варианте. Это вариант, когда вы будете ваш Windows крякать. Есть много активаторов, они там по-разному называются. Но самый нормальный, самый надежный активатор это KMS. Все остальные у меня вызывают больше вопросов, нежели ответов. Потому что в большинстве, скажем так, в 90% остальных активаторов, в них почти во всех присутствуют вирусы. В официальной версии KMS активатора никаких вирусов нет. Сам код этой программы в открытом доступе, его можно посмотреть. Но есть, ребята, такой неприятный момент, что есть много поддельных KMS и всяких KMS, которые как бы настоящие. Но туда вшивают вирус и потом это куда-то выкладывают на какие-то сайты. В общем, как вы поняли, если вы хотите активировать так Windows, то надо скачивать KMS-активатор только с официального их сайта. Из других источников скачивать KMS очень опасно. И это одна из главных причин, почему я не рекомендую KMS. Потому что большинство из обычных юзеров с трудом могут проверить настоящий сайт или нет. Конечно же, тут меня смотрят многие зрители, которые в этом хорошо разбираются. Их так не обманешь. Но я знаю, что многие пользователи, большинство девушек, либо очень взрослых людей, которым, скажем так, не до компьютеров далеко, молодых людей, которые просто раньше с этим не сталкивались легко, могут скачать такой левый KMS и на свой компьютер установить какой-то там троянчик. В общем, поэтому, ребята, прежде чем вы это будете делать, сто раз подумайте. Там для себя сами, ребята, решайте, стоит ли вам покупать настоящую лицензию, стоит ли вам покупать UEM-ключ или стоит ли вам что-то взять и взломать, активируя это KMS. В общем, каждый для себя примет, я думаю, свое решение и сделает так, как ему нужно. Надеюсь, вам это нудное видео будет полезно. Можете поставить лайки, подписаться на канал и нажать на колокольчик. А я пошел монтировать следующее видео. Следующее видео уже будет интереснее. Пока! До свидания! 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 Продолжение следует...